За почти 40 лет существования Windows система обросла огромным количеством встроенных программ, функционала и прочих мелких фич, которые в какой-то степени могут облегчить работу с компьютером и сэкономить время, и вследствие чего мы становимся чутка более продуктивными. Я лично использую компьютер не для игр, а для работы с документами, для рисования и прочего творчества, монтажа и, само собой, обычного развлечения. С выпуском новых версий Windows в OS добавлялось множество различного функционала, которое по каким-то причинам пробыло недолго. Допустим, появилась в Windows Vista новая фича, а в Windows 8 она ушла с концами. В этом видео мы рассмотрим 20 функций, которые были удалены или не снискали популярности, но в системе каким-то образом остались. Ставьте чьёк и берите печеньки, будет интересно. Также хочу сказать, что здесь будут рассматриваться функции и стандартные программы именно потребительских версий Windows. Программы и функциональность из Windows Server, приложения по типу диспетчер-устройств здесь не рассматриваются. Прошу прощения у системных администраторов. Начнём с первого. Это Windows. Если без шуток, то первым у нас будет Windows Media Center. Эта программа впервые дебютировала в 2002 году с выходом одноимённого издания Windows. Windows XP Media Center Edition. Начало Media Center берётся из идеи центра активности, которая должна была осуществиться сначала в Windows Millennium, а потом в отменённый Windows Neptune. Но позже это всё-таки с горем пополам дошло до полноценного специализированного издания Windows XP. Windows Media Center служил для проигрывания не только оффлайн-контента по типу музыки или фото, но и интерактивного, просмотра ТВ-каналов, радио или прочих сетевых активностей. Но для ТВ и радио был необходим тюнер, что по факту уже делало программу бесполезной. А слушать музыку или смотреть фото можно через тот же Windows Media Player или стандартный просмотрщик. Интерфейс здесь выполнен по принципу 10 футов. То есть все элементы управления, шрифты, цветовая гамма без искажений можно прекрасно рассмотреть даже с трёхметрового расстояния. Позже эта программа в некотором обновлённом формате перекочевала в потребительские версии Windows Vista. Появилась поддержка HD-формата, DVD, MPEG 2. А в Windows 7 программа приобретает окончательный внешний вид. Появляется звук запуска и красивый гаджет для рабочего стола. После выхода Windows 7 разработка Windows Media Center прекращается. В Windows 8 программа снова была выделена в платное дополнение и по стандарту не поставляется. А с Windows 10 была окончательно закрыта. Удалённый помощник. Мелкая фишка, которая позволяла быстро подключаться к другому компьютеру в пределах локальной сети. Что-то похожее на современный AnyDesk или Parsec. Удалённый помощник работает на технологии RDP. Интерфейс выглядит вот так. Само собой здесь можно управлять другим компьютером на расстоянии, поддерживается возможность общения в чате, микрофон и отправка файлов. Также доступна возможность подключения по IP-адресу. И таким образом, вероятно, Microsoft оказывала удалённую техническую поддержку. Эта функция в первый раз появилась в Windows XP. И её дальнейшее развитие было прекращено через короткое время. Максимум подкручилась совместимость, не более. Я даже в Windows 11 смог подключиться к виртуальной машине на Windows XP. Мои документы. Данная папка дебютировала в Windows 98. Папка «Мои документы» служила своего рода местом сохранения документов, что очевидно. Кроме всего этого, в старых версиях Windows там можно было встретить папки «Мои рисунки» и «Моя музыка», которые хранили в себе какой-либо демонстрационный материал, музыка там или просто обычные картинки. Однако я лично не видел человека в своей жизни, который бы сознательно сохранял свои документы именно в эту папку. Сторонний софт тоже пользуется данной папкой. Например, ShareX или FL Studio. И из-за того, что практически каждый сторонний софт пытается всунуть туда свои пять копеек, данная папка становится попросту захламленной и может быть даже тяжеловесной. И в итоге юзеры сохраняют свои документы либо онлайн, либо в отдельной папке. «Картана» — виртуальный голосовой помощник, представленный в апреле 2014 года. Изначально она была выпущена только для Windows Phone 8.1, но со временем была интегрирована в Windows 10. Дебют в настольной Windows состоялся во времена разработки Windows 10 в Windows Technical Preview Build 9821. Но более-менее начала работать в сборке 9900. Название голосового помощника отсылается на одноименного искусственного интеллекта из Halo и играло огромную роль в сюжете игры. «Картана» использует только Microsoft Edge и поисковую систему Bing, несмотря на установленный браузер и поисковик по умолчанию. Функционал банален. Напоминание о встречах, анекдоты, поиск само собой и поддержка беседы с пользователем. Также им можно было разрешить доступ к личным данным для более точного персонализированного поиска, что в какой-то момент и стало мелким скандалом в плане конфиденциальности. Например, зачем «Картане» сведения о звонках и истории посещения сайтов? В России и странах СНГ она так и не стала доступной, вопреки обещаниям Microsoft. И вместо «Картаны» там работал обычный поиск. В 2023 году Microsoft анонсировала Windows Copilot. В Windows 11 появилась возможность удалять «Картану» из системы, а некоторые связанные с Bing функции там больше не работают. Windows Movie Maker. Базовая программа видеомонтажа, которая поставлялась с Windows Millennium до Windows Vista включительно. Меняла свое название и вообще была моей первой монтажной программой в жизни. Первая версия этой программы была выпущена 14 сентября 2000 года вместе с Windows Millennium. Содержит в себе различные базовые функции для создания мелочного видео, чисто для узкого семейного круга. Анимации, текст, переходы, базовый функционал работы со звуком – все это придает программе невероятный стиль и впоследствии мемный шарм. Программа никак не могла конкурировать с тем же Vegas или Adobe Premiere, но у нее было преимущество в виде простого интерфейса и доступности из коробки сразу после установки Windows. В Windows Vista программа претерпела рембрендинг, а со временем Movie Maker стал называться вообще как киностудии Windows. Но с Windows 7 данная программа перестала поставляться с системой и была отправлена в отдельный пакет Windows Live, позже ставший как Microsoft Essentials, который нужно было скачивать самостоятельно. Официально Movie Maker ушел в историю 10 января 2017 года, заменив его функциями редактирования в UVP-приложении фотографий. Так себе замена, но окей. Телефон. Данная программа появилась аж в Windows 95. Принцип простой и понятный. Принятие и совершение телефонных звонков с ПК при помощи подключенного к нему модема и, соответственно, телефонной линии. Вот вам нам пат и 10 элементов быстрого доступа. В Windows 2000 благодаря компании Active Voice программу очень сильно улучшили и по лицензии добавили в поставку. Появилась поддержка конференции, телефонная книга, видео, звонки. Но с выходом Windows Server 2004 и из-за проблем с лицензированием этого компонента приложение эволюционировало в обратную сторону, к уровню Windows 95. И все бы ничего, если бы оно в Windows 11 не осталось. В 2024 году. Не обновленное. Со значком Windows 95. Это просто как-то странно. Но, возможно, это кому-то до сих пор необходимо. Хотя найти современные телефонные модемы под актуальный PCI-Express сейчас очень трудно. И таковые остались в нулевых, либо на ИСА-шине, либо на PCI. Но о чем я говорю, если MSN до сих пор оказывает пользователям Dialab-услуги? Боковая панель. Одна из моих любимых функций Windows. Впервые появилась еще Windows Longhorn и задумывалась как одна из новых функций новой версии системы. Но сама разработка Windows Longhorn была очень длинной и нервотрепной. Богованные сборки, низкая производительность и, как итог, перезагрузка проекта в 2005 году. Но я уже рассказывал о Windows Longhorn даже в двух частях, поэтому, если кому интересно, первая часть в подсказке. Все виджеты изначально размещались только в правой части рабочего стола и могли не только показывать различную информацию, например, погоды или часы, но и могли приносить пользователю досуг в виде каких-либо мини-игр или же радио. Позже подтянулись различные авторы, которые представляли свои сторонние виджеты разной степени предназначения, полезности и дизайна. Виджеты были своего рода возможностью творческого самовыражения для авторов, которым было интересно программирование. Но, к сожалению, они прожили недолго. В Windows 8 гаджеты были удалены из-за выявленных угроз безопасности. Какие именно угрозы обнаружила в Microsoft виджетах, увы, сообщать они отказались. Зато обрадовались хейтеры этой фичи. До сих пор прекрасно помню, как они жаловались на двое часов. Интернет-эксплорер. Браузер, дебютировавший в Microsoft Plus 95 и позже постепенно встраивался в систему до полной интеграции с выходом Windows 98. Кроме интернет-эксплора, в то время существовал еще один браузер — Netscape Navigator. Команда разработчиков последней была очень недовольна таким поведением Microsoft и подала антимонопольный иск. Но со временем Netscape прекратил свое существование, передав исходники компании Mozilla. Выбились в люди еще множество браузеров, тот же Safari или Opera, а интернет-эксплорер был поддан забвению. С 2022 года интернет-эксплорер был официально похоронен компанией Microsoft и косвенно удален из Windows 10. А при попытке его открытия напрямую через .exe файл сразу же открывался Microsoft Edge. Сам браузер породил множество мемов из-за своей ненадежности и медлительности. В последние 10-15 лет этот браузер был необходим большинству только для скачивания других браузеров. И с приходом Edge ничего особо не поменялось. Большинство пользователей скачивают сторонний браузер уже с помощью нового стандартного. Однако некоторым все еще необходим ИЕ для администрирования старого серверного ПО или камер видеонаблюдения. Использование интернет-эксплорера на полном серьезе застал мой знакомый товарищ, который как-то подрабатывал в Москве в 2020 году. Необъяснимо, почему использовался именно ИШАК, но факт есть факт. Средство записи действий Одной из новых функций Windows 7 было приложение Средство записи действий. Данное приложение позволяло пошагово записывать действия пользователя в отдельный файл, чтобы его можно было потом отправить разработчику или продемонстрировать знакомому тыш-программисту. Среди своих знакомых я никогда не видел пользователей этой программы. Все равно действие можно было продемонстрировать с помощью скриншота, бандикама или видеокамеры. Да и сама Microsoft полностью прекращает поддержку данного приложения и удалит его в будущих обновлениях Windows 11. А вы пользовались этой программой? Помогала ли она вам? Пишите в комментариях. И не забывайте подписываться на канал, ваша поддержка все-таки очень важна. А мы идем дальше. Контакты. В Windows Vista Outlook Express претерпел полный редизайн и стал называться как Почта Windows. И всех связанных с ней программ это тоже не обошло стороной. В этом видео идет речь об адресной книге, которая была частью Outlook Express и появился в комплекте поставки при Windows 2000. Сказать о ней нечего. Совершенно примитивная программа. Обычная телефонная книга только в вашем компьютере. Без синхронизации, конечно, но это не имеет значения. К слову, похоже, что-то уже существовало в более ранних версиях Windows и подобной называлась как картотека. В Windows 11 контакты остались без каких-либо изменений, в том числе и в плане дизайна. Рукописный ввод и панель математического ввода. Нет, это не про технологию Windows Inc и графические планшеты, а про программу, которая распознавала слова, написанные вашим почерком. По крайней мере, пыталась. Дебют состоялся в Windows 7, которая также с собой принесла и улучшения в технологии Windows Inc. Распознавала не только почерк, но и математические формулы. До современных версий Windows программа не дожила. С Windows 8 ее развитие было прекращено, а с Windows 11 была удалена окончательно. Однако, Windows Inc, на которой работало это приложение и рукописный ввод, никуда не делись. Живы и вполне себе здравствуют. Портфель. В эпоху Windows 95 в меню «Создать» можно было заметить пункт «Портфель». И как итог, система создавала папку с названием «Портфель». Да непростую. Портфель Windows синхронизирует файлы и папки внутри себя с файлами и папками в любой другой папке, даже на съемном записываемом носителе. Использовать «Портфель» можно было, перетащив или скопировав свои файлы туда же. Любые дальнейшие действия файлов на диске или в «Портфеле» синхронизируются каждый раз, когда пользователь нажимает на кнопку «Обновить все». Если какой-либо элемент не связан ни с каким-либо исходным файлом за пределами портфеля, то этот файл называется «Потерянным». Однако в моем шортс-видео на эту тему было сказано немного другое. Но сам факт имеет место быть. Функция является слишком запутанной, хотя с технической точки зрения выглядит интересно. Сам портфель является обычной папкой со специально заготовленным файлом Desktop.ini, содержимое которого вы видите прямо сейчас. Также там присутствует и второй файл – «Бривки из датабейс», который показывает, что было в этом портфеле и что из него удалялось. Эти два файла имеют атрибуты как «Система», «Только чтение» и «Скрытый». Функционал портфеля был признан устаревшим Windows 8 и убран из меню «Создать», однако функцию можно было вызвать вот такой командой. Но с Windows 10 к Reuters Update портфель был убран окончательно. Устранение неполадок. В панели управления, начиная с Windows 7, присутствовал раздел «Устранение неполадок» или же MSDT, который позволял провести быструю диагностику компонентов системы и их дальнейшего восстановления в случае неисправности. В ней было возможно проверить работу DVM, свершить диагностику сети и звукового адаптера, помочь запустить устаревшую программу через настройки совместимости и так далее. Данные утилиты, по моему мнению, ходили по тонкой грани между бесполезностью и практической пользой. Например, перезагрузка сетевых компонентов являлась сбросом сетевого стека через NetSash WinSocreset, интернет чинился через программное пересоединение кабеля, починкой Aero было на деле перезагрузкой DVM, а звук решался перезапуском службы Windows Audio. Хотя эта утилита могла быть очень полезной для новичков, людей без опыта пользования компьютером или тех, кто не хочет запариваться. А почему она ходила по тонкой грани? Потому что все банально просто. Windows не углублялась в саму проблему, и она знала только несколько методов ее решения. Порой ее тупость заключалась до абсурдного. К примеру, при неудачной попытке починить отсутствие доступа к интернету, утилита советовала обратиться к удаленному помощнику, который, внимание, работал, только если на компьютере был интернет. А как так? В начале 2023 года Microsoft официально заявила о прекращении поддержки раздела «Устранение неполадок» инструмента Microsoft Diagnostic Tool с 2025 года. Windows Card Space. Это что-то типа системы идентификации в виде карточек. Эти самые карточки представляют собой XML-файлы с цифровой подписью, с помощью которых можно идентифицировать себя на сайтах, поддерживающих технологию Card Space. А Card Space являлась частью технологии Microsoft Identity Meta System, интернет-ориентированного подхода компании к управлению идентификацией. Вот помните .NET Passport Windows XP? По сути, вероятно, это можно считать попыткой его логического продолжения. Впервые данное приложение появилось в комплекте с .NET Framework 3.5. Позже оно стало частью Windows Vista, а потом Card Space вышел как отдельное приложение для Windows XP и выше. Снискало ли это всё популярность? Конечно же, нет. Видел ли я подобное у своих знакомых? Тоже нет. А пользовались ли вы этим? Не знаю. Напишите об этом в комментариях. Конференц-зал Windows Появилось это чудо во времена разработки Windows Vista. Сама программа заменяет NetMeeting из старых Windows и является результатом усилий однорангового сотрудничества Microsoft в сфере портативных ПК. В 2005 году конференц-зал был представлен общей публике на Professional Developers Conference. К, так скажем, собранию в этой программе может присоединяться до 10 человек, находящихся в одной сети с компьютером, создающим сеанс конференций. Или иметь IBV6 адрес, если вы находитесь не в локальной сети, например, дома или в поездке вдали от офиса. Присутствовала возможность обмена приложений между участниками, общий доступ к рабочему столу и файлам, совместное редактирование, текстовая и рукописная переписка. Прожила эта программа недолго. Ее поддержка была прекращена с выходом Windows 7, и с этой версией системы по стандарту конференц-зал Windows уже не поставлялся. Справка и поддержка Компонент, который стал одним из нововведений Windows Millennium, позволяет в оффлайн-режиме просматривать некоторые справочные материалы, документацию и содержит мелочную утилиту по попытке устранения неполадок. Работало это все на движке Internet Explorer. В Windows Vista стала доступна не только оффлайн, но и онлайн-версия справки напрямую с серверов Microsoft. В Windows 10 справка была удалена, а все обращения к ней из других программ и пунктов меню либо переводили в браузер с открытой страницей уже онлайн-версии справки и поддержки, либо вообще ничего не делали. Заменено UVP-программой GetHelp. Также в системе существовали Windows Help и HH.exe. Первый позволял открывать файлы формата справки или же .HLP, а вторая открывала справку, созданную в формате HTML. Работает также на движке Internet Explorer. Забавный факт. Через HH.exe можно зайти на любой сайт. Нужно в окне выполнить, набрать сначала HH.exe и после него набрать адрес сайта, на который вы хотите перейти. Забавно, да? Windows Messenger. Или же попытка конкуренции с AOL Instant Messenger и ICQ. Вначале он имел название как MSN Messenger Service и вышел 22 июня 1999 года. В том же году он вошел и в состав новой на то время системы Windows Millennium. В первой версии приложения были доступны лишь самые базовые функции. Пересылка текстовых сообщений и простой список контактов. Что забавно, первый MSN Messenger, как было сказано ранее, мог поддержать работу с сервисами AOL Instant Messenger. Однако последних немного начала душить жаба и AOL начали отключать MSN Messenger от своего сервиса множеством способов. Вскоре Microsoft сама забила на поддержку AIM в своей программе из-за этих самых догонялок. Отныне MSN Messenger поддерживал только аккаунты .NET, которые потом стали как Windows Live ID, а ныне как аккаунт Microsoft. В комплекте с Windows XP выходила упрощенная программа MSN Messenger под названием Windows Messenger. В 2006 году происходит рембрендинг Windows Live Messenger. Программа стремительно развивается. Беседы, голосовые сообщения, поддержка рукописного текста, звонки, система контактов и т.д. Но в 2013 году Microsoft прекратила поддержку данной программы и одноименного сервиса, объединив всю пользовательскую базу со Skype. Но существуют и альтернативные сервера, которые в полном объеме поддерживают MSN Messenger и Windows Live Messenger. Но, наверное, об этом когда-нибудь поговорим уже потом. Скринсейверы. В недавнем DM за 60 секунд я уже кратко рассказывал о самих скринсейверах как таковых. DM за 60 секунд это, если кто не знает или не смотрит, серия шортс-роликов, которые выходят на этом канале. В них я кратко объясняю про интересные феномены, функции и мелкие факты. Но вернемся к теме. Скринсейверы или же хранители экрана являются маленькими программами, изначальной целью которых является защита ЛТ-мониторов от выгорания. Эта защита осуществлялась с помощью постоянно меняющихся кадров, движений и прочих элементов. Эти самые заставочки запускались при полном простой компьютера через некоторое количество времени. А закрывались они в тот момент, когда вы нажмете любую клавишу или сделаете малое движение мышью. Первый скринсейвер и вообще сам термин были созданы Джоном Сочи, автором Northern Commander. Его заставка просто гасила экран спустя 3 минуты без действия компьютера. Настроить ее самому никак не позволялось. Чуть позже в том же Northern Commander скринсейвер стал интереснее. По черному полотну начали лететь космические звезды, прямо как в том самом скринсейвере с логотипом Windows. А в Windows, к слову, они появились аж в улучшенном издании обычной 3.0 Windows 3.0 for Multimedia Extensions и содержали вполне себе простенькие варианты, часть из которых просуществовала очень долгое время. Также они поставлялись вместе с Microsoft Entertainment Pack под названием Idle Wild. С появлением более современных экранов и ЖК-панелей необходимость в скринсейверах должна была отпасть. Но нет, они еще могли пригодиться как простенький метод защиты от вмешательства другим человекам, не забыв при этом поставить галочку и начинать с экрана приветствия. Кроме того, заставки могли делать и полезную работу. Например, существуют такие скринсейверы, которые могут производить дефрагментацию компьютера во время его простоя. Показывать часы и календарь на весь экран, или помогать в фоне находить сиды в Майнкрафт. Boeing позволяет такое делать. Да и OLED-экраны передают привет. Нет, скринсейверы как функция из Windows не удалена. Она до сих пор жива в Windows 11, пусть и не обновляется с Windows 7. Просто мне кажется, что эти фичи уделяют очень мало внимания. Этот вопрос я спрашивал в TomShorts, но спрошу и здесь. Каким был ваш любимый скринсейвер? Если вы его ставили, конечно. Пишите в комментарии. Windows Sideshow. Технология, служащая для предоставления какой-либо краткой информации. Такие как новые письма в e-mail, новые уведомления и новости из RSS с основного экрана на какой-либо второй дисплей. В качестве примера можно взять устройства со вспомогательными экранами, которые пусть и имеют малый размер, но могут доставлять какое-либо содержимое в кратком формате. Сам Sideshow появился в Windows Vista. В комплекте с этой технологией поставлялись модули для Windows Mail и Windows Media Player, но со временем в конечном итоге охватывал и другие аспекты платформы Windows и экосистемы Microsoft в целом. Microsoft Office 2007, Windows Mobile и Windows Media Center. Но данную технологию приняли не все пользователи ПК и ноутбуков, и из-за ее малой популярности и востребованности среди пользователей, ее поддержка была прекращена с выходом Windows 8.1 в 2013 году. В общем, как-то так. Это был список функций, которые, по моему мнению, не снискали какого-либо широкого пользовательского спроса. Однако, я бы похвалил Microsoft за некоторые действительно смелые эксперименты. Конечно, все неточности и свой, так скажем, топ непопулярных функций вы можете писать опять же в комментарии. Будет интересно их прочесть, как обычно. Да и даже было бы любопытно узнать, а что бы вы хотели в системе вообще изменить и в связи с чем? А на этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент и совместно достичь 100 тысяч подписчиков. Ведь вместе интереснее. И не забывайте делиться видео с друзьями, если желаете. Огромное всем спасибо за просмотр и благодарю донатеров, которые поддерживают канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok